Всем привет! Меня зовут Авами Лиса, и я рада видеть тебя на моем канале. И сегодня я расскажу вам идеи бюджетных подарков на Новый год. Я подготовила для вас целую коробку с подарками. Сейчас я постараюсь ее поднять. Ой-ой-ой, она очень тяжелая. Вот, вот эта вот коробка, она полностью наполнена подарками, идеями для подарков. Сейчас я буду ее открывать и советовать вам какие-то классные ништяки. Но, разумеется, прежде чем мы начнем, подпишись на мой канал, тык, и включи себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы приступаем к открытию этой большой коробки. Самый первый подарок, который я бы хотела вам посоветовать, это селфи-лампа. Мне кажется, селфи-лампа это просто идеальный вариант, особенно для того человека, который очень увлекается Инстаграмом и селфи. Разумеется, нужно заранее спросить, есть ли у него селфи-лампа или нет. Причем, знаете, в таком очень хитром формате, типа, слушай, а у тебя есть селфи-лампа? И тут человек вам что-то отвечает, да или нет, а потом спрашивает, а зачем тебе? И вы ему на это отвечаете. Ну, я просто хотела купить, но я не знаю, нужно или не нужно, хотела твоего мнения спросить. И тут уже в зависимости от того, что человек вам скажет, нравится ему, не нравится ему, хочет он такое, не хочет он такое, делайте определенный вывод. Кстати, этот же совет работает для любого подарка. Чтобы узнать, нужно ли человеку то, что вы собираетесь ему дарить, просто задайте ему, не назначай такой вопрос. Следующий подарок, который я бы хотела вам посоветовать, это две бутылки. Если вы думаете, что это какой-то алкоголь, то нет. Мы с вами тут не винишка тян, так что алкоголя тут нет. Это был тонкий юмор для тех, кто понимает. Так вот, что в руках у меня? Что это за две бутылки? И это две бутылки с сиропами. Я человек, который безумно сильно любит пить кофе. И как человек, который безумно любит сильно пить кофе, я его пью часто. И иногда мне хочется его чем-то разнообразить, поэтому я покупаю себе сиропы. Пей сироп, будь счастлив. Если вы знаете таких же кофеманов, или чейманов, или людей, которые любят какие-то странные вкусы, смело дарите сироп. Как понять, нравится ли человеку сироп, и вообще понадобится он ему или нет. Ходите с человеком в кафе, смотрите, что он заказывает. Если он заказывает латте с каким-нибудь ванильным, карамельным сиропом, спрашивайте, пьет ли он дома кофе с молоком. Если пьет, сироп. Покупай сироп. Классный вариант. Нет, серьезный, правда классный. Что же дальше в моей коробке там? Что это? Что это? Что это? Не такой изысканный подарок, как бутылка сиропа, или, например, селфи-лампа, более классическая, более базовая. Но кто сказал, что подарок должен быть каким-то хитро выдуманным? Рамочка? Это очень клево. У меня их даже, кстати, две. Особенно, если вы в эти рамочки будете выкладывать фотографии. Например, поставите в эту рамочку фотографию человека, которым вы будете дарить, с его самой залайканной фоткой. Ну, мне кажется, это был бы очень приятный и классный подарок. Следующий подарок для тех, кто вы точно знаете, что любит готовить. И это подарок формочки для капкейков. Капкейк это вообще, в принципе, очень легкая история для того, чтобы приготовить. А какие-нибудь очень красивые формочки, мне кажется, только и мотивируют к тому, чтобы приготовить что-то очень милое. Кстати, 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 кстати. Какое видео будет следующим на моем канале решать только тебе. Поэтому в комментарии пиши, какое видео ты хочешь видеть следующим. Днище парад или география моды. Это то самое видео, где я рассказываю о том, как одеваются девушки в разных странах мира. Какое видео победит, такое и будет в субботу на моем канале. Не забудьте написать свой драгоценный комментарий. Следующий подарок это... За Орду. Только не дарите тому, кто играет за Альянс. На самом деле, шутки в сторону. Очень хорошим подарком будет подарок футболка с каким-нибудь любимым брендом вашего, так сказать, человека, которого вы будете одаривать. Ладно, не с брендом, но с каким-то его увлечением. Например, если бы мне подарили футболку, на которой изображен Гара из Наруто, например. При этом это та вещь, которую я маловероятно, что буду себе покупать. Но если мне кто-то подарит какую-нибудь футболку с учетом моего увлечения, именно с тем персонажем, я буду счастлива. И я больше чем уверена, что люди тоже будут счастливы. Следующий подарок это... Косметичка. Какая-нибудь яркая, красивая косметичка, которую также можно использовать как пенал, которую также можно использовать как какую-нибудь, не знаю, дорожную маленькую сумочку. Это очень классная идея. Но это не все. Косметички тоже кое-что есть. Косметика. Дарить девушкам косметику это вообще всегда очень правильный вариант. Ну, если девушка, конечно, ее использует. Что же дарить вообще из косметики, если дарится косметика? Все-таки вариантов-то у нас много. На мой взгляд, самый классный вариант это дарить тушь. Вот серьезно. Мне кажется, тушь для ресниц это самый беспроигрышный вариант. Обычная, черная, удлиняющая или объемная. Какая угодно тушь. Топовый выбор. Если не тушь, то также хорошим будет вариантом какой-нибудь интересный хайлайтер. Хайлайтер это, в принципе, вещь довольно нужная, довольно модная. Особенно если она в какой-нибудь странной такой прикольной расцветке, которую, знаете, вот с первого взгляда бы сам себе не купил. Дерзайте, очень классный выбор. Следующий вариант, опять-таки из косметики, что еще подарить? Это гель для бровей. Гель для бровей лучше дарить бесцветный. Вариант, как вы тоже понимаете, беспроигрышный. Вещь очень вот у необходимая, очень полезная. И она идеально зайдет даже в подарок какой-то своей школьной подруге. Потому что прозрачный гель для бровей, это та вещь, которую можно даже использовать в школу. Как всегда, самое вкусное остается на самый конец. И сейчас я покажу вам просто самый лучший подарок, который зайдет идеально любому человеку. Лапша быстрого приготовления. Это классный выбор. В общем, даже не знаю, что еще сказать. Это просто классный выбор, так что, если вдруг чего, дарите дошек. Вообще, в принципе, дарить дошек, это хорошая идея. Смотрите, вы дарите человеку доширак. Он такой не понимает, потому что, ну, весьма специфичный подарок. Смотрит на этот доширак и думает, спасибо большое, дорогая или дорогой. Берет себе этот доширак, а, наверное, в душе думает, что за, что за странная личность. А вы ему такой, пока он не понимает, что за доширак, дарите, дарите, не знаю, косметичку. И человек такой, вау, косметичка. И вместе с дошираком ему вообще становится хорошо. И даже если доширак ему не понравился, он уже отчаялся и понимает, что вряд ли будет что-то лучшее. А вы ему к этому даете косметичку. И даже если косметичка ему не нужна, вместе с дошираком и на фоне доширака человеку хорошо. Работает безотказно Человеку нравится душрак? Человек счастлив получить душрак Человек не нравится душрак? Человек счастлив получить подарок Человеку не нравится душрак? Не нравится этот подарок Но человек на фоне душрака этому подарку будет очень сильно рад Кто не понял сарказм, кто не понял иронию Мне жаль Нет А еще я знаю, что вы очень любите конкурсы И я знаю, что вы любите подарки Ну, кто не любит подарки? Я люблю подарки А ты любишь подарки? Уверена, что тоже любишь подарки Особенно, когда подарки хорошие и нужные Так вот, в моем инстаграме скоро будет очень большой конкурс на подарки к Новому году Поэтому подпишись на мой инстаграм, проявляй актив и скоро будет розыгрыш Я надеюсь, что это видео вам понравилось Ставьте ваши лайки, лоисы, классики, пальцы вверх, как угодно Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны И всем спасибо за просмотр и всем пока-пока, до новых встреч Наверное